Итак, как говорится, наконец-то дождались. Друзья, всем привет! Начну, пожалуй, с главного позавчера, а именно 26 декабря, китайская компания Honor наконец-таки представила смартфон, который мы все с вами очень долго ждали. Название смартфона Honor V20. Сразу же хочу отметить, что в наших странах этот смартфон будет называться Honor View 20. Помимо стеклянного корпуса с градиентной расцветкой, данный флагман получил достаточно производительное железо-жидкостной системой охлаждения, трендовый дисплей с отверстием для 25-мегапиксельного сенсора фронтальной камеры и самую продвинутую основную камеру, основой которой стал 48-мегапиксельный сенсор. Итак, давайте обо всем этом вкратце и по порядку. Электронным сердцем новинки стал восьмиядерный процессор собственного производства Kirin 980. Наш герой хоть и не первый, но все же один из немногих, кто получил топовый чип от Huawei, который был создан по 7-нанометровому техпроцессу и работает при поддержке двух блоков нейронных вычислений и графического ускорителя Mali-G76. Что же касается объема оперативной памяти, она будет составлять как 6, так и 8 гигабайт. Встроенный накопитель как на 128, так и на 256 гигабайт. Карты памяти, к сожалению, не поддерживаются. Из коробки фирменная оболочка, работающая под управлением Android Pie. Также аппарат получил несколько новых и очень интересных фишек. Одной из них стала фирменная технология Link Turbo. Данная технология способна изучать состояние Wi-Fi и LTE сетей, работая поочередно между ними, тем самым повышая скорость загрузки. Плюс ко всему, из этого смартфона можно будет сделать практически полноценный ПК, если воспользоваться специальным переходником. Что же касается его внешнего вида и дизайна в целом, здесь мнения разошлись. Как говорится, сколько людей, сколько и мнений. Кому-то такой дизайн нравится, кому-то нет. Что же касается лично меня, могу с уверенностью заявить, что мне такой дизайн очень нравится, потому что это что-то свое и он не скопирован с других брендов. В материалах корпуса используется стекло и металл. Толщина чуть более 8 мм, а вес 180 граммов. Вариантов расцветки три. Черный, красный, синий. Каждый со своим градиентом. Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Используется матрица IPS с разрешением Full HD+, 2310х1080 пикселей. Соотношение его сторон 19 к 9. Как спереди, так и сзади смартфон покрыт закаленными стеклами. В верхней части дисплея видим 4,5 мм отверстия. Здесь расположилась фронтальная камера разрешением 25 мегапикселей со светосилой F2.0. Основной особенностью смартфона стала его основная камера. Это двойной модуль с двумя процессорами обработки изображений. Выполнен он на базе сенсора от Sony IMX586 с рекордным на сегодня разрешением 48 мегапикселей. Его светосила F1.8, а размер пикселя 0,8 мкм. Также сенсор дополнен трехмерной камерой TOF. Она определяет расстояние до объекта в кадре и позволяет создавать их точные 3D модели. Ну такое себе новое развлечение. Кстати, обе камеры получили поддержку функций искусственного интеллекта. Пока не забыл, хотел бы упомянуть о его автономности. Емкость его встроенного аккумулятора составляет 4000 мА. Теперь поддерживается технология быстрой зарядки мощностью 22,5 вольт. При помощи этой технологии смартфон заряжается от 0 до 60% за полчаса. К сожалению, беспроводную зарядку он не поддерживает. Сканер отпечатков пальцев по классике размещен на тыльной панели. Имеется поддержка функций NFC, порт Type-C. Также оставили джек 3,5 мм для гарнитуры. Защита от воды и пыли не предусмотрена. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, акселерометр, компас. В общем, все как водится. Цена базовой версии в Китае, а это 6. 128 составляет 435 долларов. Соответственно, за глобальную версию в наших странах цена будет больше. Однако, на фоне других конкурентов ценник будет все равно интересен. Друзья, хочу поздравить вас всех с наступающими праздниками. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи и успехов в новом году. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok